Итак, сегодня утром в аэропорту Архангельска успешно завершил первый рейс самолет под названием Вельск авиакомпании «Россия». Имя южной столицы региона пассажирский Суперджет получил в рамках программы по популяризации культуры, истории и географии страны. Впрочем, имя не единственное, что связывает самолет с Вельском. Все детали узнала и увидела Дарья Евграфова. Первый полет успешный докладывают пилоты пассажирского самолета Вельск при приземлении в аэропорту Архангельска. На корпусе Суперджета рядом с названием красуется большой рисунок тройки орловских рысаков – одного из символов южной столицы региона. Среди первых пассажиров обновленного самолета Андрей Перетягин, управляющий Хорошевским коневодческим корпусом, где занимаются сохранением и разведением гордой породы лошадей. Для нас вот эта тройка на борту самолета, она является своеобразной оценкой всей нашей работы, всего нашего комплекса, агрофирмы Вельской. Судьба так распорядилась, для нас это неожиданно, но очень приятно, честно. И не только мне, приятно всему коллективу. Графику площадью 75 квадратных метров на ливреи Суперджета нанесли в Ульяновске. Всего ушло 312 литров краски. Сначала ее нанесли на трафарет, затем покрыли лаком и убрали недостатки. Для нас вообще большая гордость и честь, что мы поддерживаем традиции и самобытность русских народов. Это ярко, это красочно и, конечно, это производит эффект. Тройка лошадей была выбрана не случайно. Дело в том, что еще полтора века назад упряжка с орловскими рысаками была самым быстрым способом преодолеть большое расстояние. В наши дни такую возможность дают современные самолеты. И, как подтверждение, в первый полет Суперджет Вельск приземлился на 5 минут раньше графика. Год культурного наследия народов России. Мы вместе с авиаперевозчиками продолжаем сохранять, повышать узнаваемость нашего северного края. И теперь о Вельске будут знать не только в самых разных городах нашей страны, но и за ее пределы. И это уже факт. Ведь самолет не привязан к аэропорту. А значит, будет летать по всей России. Также у компании есть международный транспортный узел в Сочи, откуда открыты направления в Турцию, Египет и другие страны. Воздушное судно вы видите, с одной стороны по-русски написано, с другой стороны на английском языке. И, может быть, я уверен, что кто-то из иностранцев заинтересуется и подумает, а что такое Вельск. Он найдет в Википедии и прочитает, чем славится этот город. В самом Вельске одноименный самолет пока приземляться не сможет. Полоса местного аэропорта короче на 20 метров, чем необходимо для посадки Суперджета. Но если в этом направлении будет туристический спрос, который должен вырасти в нынешней международной обстановке, полосу могут и достроить.